Я так подозреваю, что можно начинать. Всем привет! Меня зовут Григорий Парфенов. Я работаю в Таллиннском департаменте транспорта с недавних пор. Примерно года два назад я вернулся в Эстонию. Много о себе говорить не буду. Могу сказать только то, что из последних 12 лет, 10 лет я провел за границей, как раз таки будучи инженером транспортного планирования. И в принципе, меня очень сильно удивило, что платформа Девклаб заинтересовалась транспортным планированием. И я подготовил небольшую презентацию, поскольку тема достаточно обширная. И объемная. За один час ее раскрыть со всех сторон, честно говоря, не получится. Поэтому, прежде чем я начну, я бы хотел сказать, что это очень поверхностный анализ. В какой-то степени моя субъективная точка зрения. Она никак не согласована с горы правой и с департаментом транспорта. Ну, это так, на всякий случай, чтобы ни у кого не было каких-то эмоций по этому поводу. Я затрону следующие части. Прежде всего, небольшая водная. Что такое вообще транспортное планирование. Поговорим немножко о том, чем на самом деле уникален наш город. Я, кстати, из Сталина. Почему важно понимать достаток его жителей. Там много факторов. Но достаток имеет очень важный именно математический фактор. И, конечно же, мы поговорим о том, как математически можно решать транспортные проблемы. И как они, в принципе, и решаются во всем мире. Небольшие выводы. И, конечно, приведу небольшой пример с улиц нашего прекрасного города. Небольшая водная часть. На самом деле, что такое транспортная инженерия. Вообще, инженерия транспортного планирования. В каждой стране эту специфику ее называют очень по-разному. На самом деле, это вот этот маленький ромбик, который находится на стыке очень многих таких достаточно важных наук. Прежде всего, как социология. Потому что именно от социологии зависит то, как мы себя ведем. То есть, в той или иной ситуации. Какие выводы мы делаем. И очень важный фактор также есть. Это землепользование. У нас в Таллине далеко ходить не надо. Есть два очень интересных района. Достаточно новых. Которые диаметрально противоположны друг другу. Один это Наблесна. Где превалируют места жительства, так скажем. Есть еще другой район. Это Иллюмиста-сити. Я думаю, что учитывая, что большинство из вас, я подозреваю, айтишники. Раз вы Девклаб. То вы этот район тоже знаете. И те, кто в этом районе были вечером. Он практически пуст. Там жизни нет. И вот как бы это другой такой противоположность. Это не совсем хорошая практика с точки зрения городостроительства в целом. Также это экономика. Потому что любое решение, любой паттерн человеческого поведения, он всегда основывается на экономике. И это, конечно же, инфраструктура. Про нее мы поговорим немножко больше. Еще эта специфика охватывает транспортные системы. Потому что транспортные инженеры, как правило, смотрят на спрос. В транспорте это, в принципе, точно такая же сфера жизни, как любая другая. Здесь важен спрос, предложение. Что вы можете вывести, что вам надо вывести. И после этого вы определяете уже, это колесный транспорт, это рельсовый транспорт, это скоростной магистральный или подводящий. И в том числе, какие системы. И потом вы уже будете упираться в модели. Там, условно говоря, вот у нас ездят хорошие трамваи КАВ. Они вот до какого-то времени были хорошие, а потом они начали сходить с линий. Причем не у нас, а уже новые модели. То есть у них там появились трещины в раме. И вот транспортный инженер во все эти нюансы должен вникать. Потому что, если что-то будет построено, как, например, одна из трамвайных веток в Австралии, вы закупили не тот подвижной состав, и все инвестиции катут под хвост. Это очень важный фактор. Я бы это тоже отнес к инфраструктуре. И, удивительно или нет, но у каждого города есть свои проблемы. И мы их чаще всего называем, на самом деле, заболеваниями. Ну, то есть вот в профессии. И среди всех проблем можно выделить так называемые наследственные заболевания. Это одна из них, безусловно, социальное неравенство. Потому что есть районы, где живут более благосостоятельное население. И есть районы, где наоборот. Есть районы, которые не могут себе некоторых услуг позволить. Это очень важная проблема во всем мире, на самом-то деле. Как уже ранее говорил, есть проблемы с землепользованием. Потому что как только вы что-то построили, тот или иной район, квартал, если вы неправильно распланировали территорию, сейчас очень много говорится про всякие такие вещи, как 15-минутный город. И, честно сказать, я к этому вернусь. Это достаточно субъективная такая штука. И она во многом, на самом деле, зависит от того, как город изначально был построен. Экономика здесь под вопросом. Потому что очень часто такой фактор, который, допустим, возникает завод, вокруг него обрастает город. А потом люди говорят такие, вы знаете, а мы бы хотели снести завод, потому что он отравляет воздух. А это напрямую зависит от экономики города. То есть у нас такой пример, допустим, это портовая зона, где внезапно очень хорошо было там построить хорошие квартиры. Но, тем не менее, этот пункт, он скорее под вопросом. И, конечно же, эта инфраструктура, а именно наши улицы, то есть это не только дороги, это на самом деле уличное пространство, публичное пространство, транспортные коридоры. И все то, что позволяет городам существовать, жить, развиваться. И, в принципе, уличная дорожная сеть, она дальше в презентации будет фигурировать под аббревиатурой УДС. На самом-то деле, это артерия любого города, и это имеет очень важный фактор. Именно поэтому я сегодня о ней поговорю чуть-чуть более детально. Но сначала я задам вам всем вопрос. А чем уникален наш город? Формой? Бабочкой? Формой, бабочкой и еще варианты. Зеленью. Зеленью, мы... Наличием исторической и пешеходной части. Пешеходная часть, хорошо, бабочка, отлично. Еще что? Горьсобрание. Горьсобрание. Не могу здесь ничего комментировать, они все-таки мои работодатели. Что еще? Климат. Климат. Мы не очень уникальны с точки зрения климата, но принимается. Я вам сейчас покажу несколько слайдов. А, ну, я сначала дам такую небольшую вводную. Да, у нас есть красивая береговая линия, вдоль которой люди прогуливаются, гуляют, отдыхают. И это все очень здорово, но, правда, она ограничивает развитие города с какой-то точки зрения. Ну, то есть, именно с точки зрения городского планирования. Это конкретно большой такой якорь в какой-то степени. Хотя и очень красиво, и очень романтично. Я сам обожаю наши закаты, и люди, которые меня знают, знают, что я на мотоцикле могу приехать и просто вылавливать красивую фотографию, красивый закат. Но, тем не менее, это одно из ограничений. Другое ограничение. У нас есть озеро Харку, которое когда-то нам служило водохранилищем. Насколько я знаю, сейчас уже это не совсем так. Но, тем не менее, это тоже создает небольшое такое бутылочное горлышко, примерно в 3 километра. Которое также ограничивает развитие нашего города в какой-то степени. И если мы посмотрим на структуру города, то мы увидим, что он, в принципе, простирается вдоль береговой линии с очень узким местом, как раз-таки возле озера Харку. Ой, Харку, этого, Юлимест, извиняюсь. И это очень важный фактор, на самом деле. И даже тут, с точки зрения береговой линии, мы, наверное, не столько уникальны. Если мы посмотрим на Дрезден, где моря нет, но у них есть река, если мы отсечем всю северную часть. У них тоже есть старый город, у них тоже есть все те же самые системы транспорта, кроме троллейбуса. И у них, в принципе, также есть очень много транспортных проблем, которые есть у нас. Они их постепенно решают, в том числе благодаря тому, что, к сожалению, они должны были восстанавливать свой город практически из руин. Но, тем не менее, сказать, что мы в этом уникальны, я бы не сказал. Ну, посмотрим на вот следующий слайд. Это небольшое сравнение Таллина и Хельсинки. Я надеялся, что экран будет чуть побольше, но скажу такую вещь. Я вот пытался отыскать самую удачную фотографию с космоса Таллина с точки зрения строительства уличной дорожной сети. Это район Мостомя. А это один из не самых благополучных районов Хельсинки. Обращаю внимание, структура улиц понятна, она структурирована и она видна в Хельсинки. У нас есть... Это, кстати, один и тот же масштаб, на всякий случай уточню. У нас есть пара конкретных коридоров, поперечных связей, они не так явно выражены. И, в принципе, уличная дорожная сеть не так структурирована, как, скажем, в Хельсинки. Но это еще не все. Идем дальше. Это Стокгольм. Тоже не один из самых благополучных городов. Посмотрим на уличную дорожную сеть. Я думаю, здесь объяснять тоже особо ничего не надо. Красивая сетка, понятно все. Это, опять же, не самый лучший пример Стокгольма, потому что мы видим очень широченную трассу по центру. Она тоже создает определенные нюансы, о которых мы поговорим чуть позже. Теперь Копенгаген. Мы очень часто любим себя сравнивать с Копенгагеном. Я думаю, что здесь тоже наглядный пример достаточно очевиден. Хотя это не самый идеальный вообще пример Копенгагена. То есть можно было найти получше. Но я сравниваю сейчас наш самый лучший пример с не самыми лучшими примерами других городов. Это важно. Я, если что, наш город люблю. Я ничего не хочу говорить. Я наш город люблю. Я большой фанат Таллина. Прожив много лет в разных странах, в разных городах мира, я должен сказать, что я вернулся в Таллинн, потому что я этот город реально люблю. У меня здесь родители. Они моложе не становятся. И когда мне предложили проект, я даже не думая, сразу согласился. На всякий случай, чтобы не думали, что я тут пытаюсь сказать, что Таллинн плохой. Нет, Таллинн не плохой. Это идеальный город для жизни. Вот это вот моя субъективная точка зрения. Но справа всегда лучше. И вот здесь мы видим уже аналогичный пример Амстердама. Тоже мы, обращая ваше внимание, на плотность уличной дорожной сети. Мы об этом тоже немного поговорим, потому что все дальнейшее я буду пояснять. Почему так, как так случилось, от чего так случилось. И небольшой экскурс в историю. Был такой очень крутой дядька, Роберт Мозес. Его никогда не избирали ни на одну должность. Но тем не менее, в разный период времени он занимал их прям очень много в Нью-Йорке. Причем как-то раз он их занимал уже 12 штук. То есть, и все совмещал. То есть, ну, этот мужик, можно так сказать, он прям мужик. Он прям, ну, очень уважаемый человек в Нью-Йорке был. Один из самых уважаемых людей Нью-Йорка в то время, когда он там работал до середины прошлого века. На его планировках и на его принципах планировок выросло ни одно поколение инженеров, ни одно поколение урбанистов, ни одно поколение архитекторов. Он создал очень много крутых проектов как в сфере уличной дорожной сети, так и в сфере парков. Он, кстати, возглавлял управление парков Нью-Йорка достаточно долгое время. И тем не менее, этот дядька, он вывел очень такую интересную последовательность, не последовательность, а теорию. Что если мы планируем новое поселение или новый город, то территория города квадратного километра, если мы возьмем отдельно квадратный километр города, она должна быть отвезена в равных пропорциях под место генерации поездок, то есть место жительства, под место притяжения поездок, то есть это социальная инфраструктура, это рабочие места, это детские сады, вот это вот все, это в том числе торговые центры. И 33% территории должно быть выделено под улицу. И если город складывается таким путем, то это, в принципе, идеальные условия для создания, в том числе, 15-минутного города. И я здесь собрал небольшую таблицу из данных, я ее собирал достаточно долго, и данные по Талину я обновил буквально сегодня ночью, когда делал эту презентацию, и данные по Риге я тоже обновил. А все остальное, в принципе, полугодовой давности. Я регулярно ее обновляю для своего пользования. И здесь мы видим, во-первых, параметры города, то есть его площадь, причем площадь за вычетом водной части, то есть это просто сухопутная часть города. Мы видим здесь его соотношение населения, плотность населения, плотность населения на гектар. Это ошибка Excel, потому что формула, которую я следующую приведу, там именно идет на гектар. Это уровень автомобилизации, как вы видите в Таллине, автомобилизации уровень, это 473 машин на тысячу населения. Я вам так на всякий случай скажу, это как Феникс, то есть это как южные города США. И понятно, есть в Америке и мегаполисы, где очень маленькая, например, Нью-Йорк, там порядка 300. Но тем не менее, чем больше город, обычно тем меньше уровень автомобилизации, потому что все ездят на общественном транспорте, на транспорте общего пользования. И тут те города, с которыми мы себя любим сравнивать, в том числе Хельсинки, Амстердам, Копенгаген, Берлин. До Лондона мы, наверное, не можем себя сравнивать, потому что все-таки размеры разные. И очень важно здесь отметить, что как раз-таки LAS – это Land Allocated Ustries, то есть это процентуально то соотношение территории, приведенное под уличное пространство, которое закладывается в городостроительный план города. Я обращаю ваше внимание, что у нас ситуация немножко так себе, это примерно 12%. Здесь не учитываются парки, но здесь учитываются именно улицы. И важно увидеть еще показатели СВ. СВ – это Space Per Vehicle. Это то есть… Вот следующий слайд покажу, здесь немножко больше понятно о всем этом показано. Это для урбаниста, для любого думающего человека, кто занимается транспортом, это очень существенный показатель, потому что он показывает то, насколько наш город приспособлен или не приспособлен к автомобилизации, к использованию автомобиля как своего первоочередного транспорта. Это важно. И опять же, приведу пример. Если вы думаете, что это только асфальтные дороги, нет, это не только асфальтные дороги, потому что если бы дело было только в асфальте, то у нас было бы в два раза меньше показателей на одну машину. То есть, сейчас мне кто-нибудь может сказать, что почему ты привозишь здесь автомобильные какие-то факторы. А я вам объясню, потому что весь мир борется с автомобилизацией, мы все хотим создать какие-то условия для общественного транспорта, чтобы было лучше, для велосипедного трафика, для пешеходов. И один из основных преград – это как раз-таки и есть автомобилизация. Поэтому, если мы хотим решать какую-то проблему, мы должны понимать суть этой проблемы и откуда вообще это все идет. И тем не менее, вот у нас есть вот такая вот история. Во всей этой формуле плотность населения ее можно менять. Есть такой прекрасный город Рига, и Рига строилась, в принципе, по тем же канонам, как и Таллин, в определенный проспект времени. И у них этот показатель, я вернул слайд назад, у них этот показатель СВ, он существенно выше. А все потому, что в то время, когда его перестали развивать в том ключе, в котором его развивали, там было порядка миллиона населения, а сейчас там примерно 600 с лишним тысяч. То есть показатель плотности населения, он меняется, его можно достаточно легко менять. Показатель автомобилизации, его тоже можно менять. Достаточно для этого ввести определенные налоги, сделать пользование автомобилем недостаточно корректным, недостаточно экономически выгодным для потребителя. В нашем конкретном случае это так себе история, потому что это вызовет, с другой стороны, большой фактор социального неравенства у тех людей, кто живет за пределами города. Кстати, наш город, со всеми этими данными, если бы мы были что-то наподобие Хельсинки, мы бы стояли здесь круглые сутки похлеще, чем в Москве или в Мехико. Почему? Потому что у нас и так уже сейчас каждый третий автомобиль, который въезжает в город, который в городе движется днем, это автомобиль, который въезжает из-за предела города. А у нас агломерация немножко больше, чем 600 тысяч человек, это включает Таллин. Если бы мы были в той же ситуации в Хельсинки, ну то есть, если бы Хельсинки был здесь, так скажем, то в Хельсинки основное население 600 тысяч, а агломерация 1 600 000. И отсюда возникает как бы логичное понимание, что как бы дело, мягко сказать, дрянь. И здесь важно понимать, что история с плотностью уличной дорожной сети, вот она самая консервативная, ее менять практически невозможно. Вам в пример приведу следующую табличку, следующий слайд. То есть, если мы укомпонуем весь наш город в идеальном условии, то есть у нас нет никаких береговых линий, никаких озер, вот у нас есть просто радиальный город, примерно как Лондон, грубо говоря, который абсолютно вписан в абсолютно правильный круг, то это был бы круг с радиусом 7100 метров. Это немножко упрощает понимание расчетов, и создает такую идеальную реальность. Вот если мы хотим повысить на 1% пункт показатель LAS, то есть Land Allocated to Streets, с 12% до 13%, то это означает, что мы должны прирасти примерно 18% к имеющейся сети улиц города. И все равно это нам даст Space Per Vehicle, то есть количество площади метров на одну машину всего лишь 96%. Что так или иначе, все равно они дотягивают ни до Амстердама, ни до Копенгагена. И честно сказать, я думаю, что такой сценарий мы мало реализуем вообще в принципе в жизни. Но это еще не все, потому что есть еще другой показатель. Вот эта интересная брошюрка, ее можно найти в открытом доступе. Ее написал UN Habitat. В свое время я чуть не ушел туда на работу. Наверное, слава богу, что остался не там, ну, что не перешел. Но это очень познавательная такая история, и здесь конкретно показана плотность сети. Если мы берем Амстердам, то мы видим, что там примерно 30 километров дорог, вдумайтесь, 30 километров дорог на один квадратный километр города. Если мы приведем этот же показатель для Таллина, у меня есть плохие новости для тех, кто думает, что можно все-таки стать Амстердамом, а это именно 6,24 километра на один квадратный километр города. Есть еще более интересный нюанс. Это количество перекрестков на квадратный километр города. И если вы видите, Амстердам впереди планеты всей. И это, кстати, было видно как раз-таки из фотографии, которую я показал, то есть из снимка из космоса. Там достаточно разветвленная улично-дорожная сеть. А вот в Таллине это 86. То есть что-то в районе, я бы сказал, ну, может быть, что-то в районе Москвы. И это та реальность, которая есть. У нас действительно очень мало дорог, и те дороги, которые есть, они не совсем корректным образом структурированы. То есть у нас, допустим, из Мустамяя есть две дороги, ведущие в центр. А мы, кстати, моноцентричный город. То есть у нас есть один центр в центре города. Извиняюсь за тавтологию, но тем не менее. Есть другой маленький нюанс, конечно, что вот мы берем, допустим, две двухполосных дороги, они по пропускной способности слегка выше, чем одна четырехполосная. Количество полос остается то же самое. Увеличивается количество перекрестков. Каждый перекресток – это точка принятия решения, это место, где трафик может рассасываться в зависимости от того, куда нужно людям попасть. И когда вы слышите плавное дорожное движение, или в эстонском языке есть такой термин, я бы сказал, «суэфликлус», это как раз-таки про то, насколько плавно у вас движение может рассосаться по сети. И очень важно здесь еще одно упоминание, что со скоростью 40 км в час одна и та же полоса будет иметь пропускную способность слегка выше, чем абсолютно та же самая полоса, но со скоростью 50 км в час. Почему? Потому что расстояние между автомобилями, оно снижается. За счет этого, правда, проходит немножко больше машин, чем как бы вот с более высоким скоростным режимом. Исключение – это дороги, которые не находятся в пределах города, где отсутствуют примыкания, которые дополнительно создают конфликтные ситуации, и люди едут все-таки немножко более осторожно и аккуратно. ПСЮ на всякий случай может звучать достаточно смешно, но это пассенджер кар юнит, это усредненная единица измерения пропускной способности. Для каждого вида транспорта она чуть другая. Почему здесь проведена лошадиная полоска? Потому что понятие ПСЮ зародилось примерно в 18 веке, когда люди озадачились, что у них с предприятий не могут выезжать повозки с товарами, и вследствие этого, в принципе, этот термин и ввели. То есть история транспортного планирования, она достаточно долгая. И что же делать-то? Небольшой экскурс в историю. Это очень крутой мужик. Тут вот прям вот, да. Был в середине 19 века такой правитель Франции Наполеон III, который пришел к власти в результате государственного переворота и революции. И он озадачился немножко, как бы, а что, если и меня с ним? Это была Вторая Республика, и Наполеон III подумал, что надо бы хорошо город перестроить. Да, там были другие проблемы. Там еще была проблема как раз-таки социального неравенства, и там была проблема того, что люди строили дома прямо на мостах. Это все никому не нравилось. Вот Париж, который мы видим сегодня, это, в принципе, Париж барона Османа. Что сделал данный уважаемый господин? Он просто снес весь Париж и перестроил его. То есть там была одна военная подоплека, это как раз-таки борьба с революциями и борьба в случае военных действий, чтобы можно было Париж лучше защищать. Как ни странно, строительство городов всегда сопряжено, и планирование городов всегда сопряжено с войной. Второй момент был культурно-исторический, что хотели построить как раз-таки большие широкие проспекты, чтобы можно было гулять и все такое, и чтобы из каждой точки Парижа можно было наблюдать за достопримечательностями города. После этого еще целое движение выросло, особенно развитое в Америке в прошлом столетии. Это где люди получают удовольствие от того, что они просто гуляют по городу. Вот оно вот прямо есть. Если вы прогуглите «Османизация Парижа», там прям ссылка есть. И в честь него, кстати, ввели термин «Османизация». Как бы это странно ни звучало. Или есть другой вариант. Не сносить город, а использовать все доступные методы для того, чтобы грамотно планировать новые районы, исправлять ошибки и просчеты. Это, кстати, всегда дороже, чем строить. Исправлять ошибки прошлого, использовать умные меры по управлению дорожным движением. Сейчас есть целая куча всяких ITS. Даже у нас в Таллине она применяется на Реддите. Там, правда, есть свои нюансы, но тем не менее. Это более эффективное использование транспорта в общего пользования. Я здесь вот прям четко прописал, что это пассажирский транспорт в общего пользования, а не какая-то общага, как это люди любят говорить. Это обязательно работать с политикой землепользования. Потому что, как я уже говорил, политика землепользования, она имеет очень существенный, так сказать, она вводит свои ограничения на то, как город будет жизнеспособен в будущем. И это, конечно же, продвижение активной мобильности. Те люди, которые подняли руку за велосипед и за пешеходное движение, я вот сейчас скажу честно, что правильной дорогой идете. На самом деле, без этого в современном городе никуда. Особенно с учетом того, что население городов растет, это всемирная тенденция, и нам без этого так или иначе никуда. А придумал, не то чтобы придумал, а, скажем так, один из самых таких, я бы сказал, наверное, это одна из самых таких мощных икон этого движения является Вукан Вучик. Он еще жив, родился в Белгороде, быстро защитил магистрскую, потом уехал в Штаты, получил гражданство в 68-м, там, в принципе, до сих пор и живет. Мне повезло с ним лично быть знакомым. Я вам могу сказать, что несмотря на его весьма преклонный возраст, он до сих пор занимается альпинизмом, слушает музыку, ходит на концерты, и, что самое важное, он работает, и работает в очень разных точках мира. И из списка 11 городов, в 4 мы работали вместе. Ну, не так, чтобы вместе, но так получилось, в общем. И здесь возникает очень логичный вопрос. А как же мы можем поменять-то этот паттерн поведение? То есть я в том числе являюсь членом одного проекта, который занимается... Мне не нравится слово «искусственный интеллект», потому что мне всегда кажется, что это и функция, ну, грубо говоря. Но тем не менее, есть один европейский проект, который занимается искусственным интеллектом, как они говорят, для городов. И мы сегодня как раз обсуждали, а вот что это за история такая, вот паттерн поведения людей в Амстердаме, он вполне логичный, он понятен, ты его на карту переносишь в том же разряде выбора вида транспорта. Там все четко понятно. А у нас есть какие-то конкретные кластеры, и они весьма неоднородны, и люди ведут себя очень по-разному. Это как раз-таки в том числе из-за социологии и из-за систем пользования. И я честно вам скажу, эту диаграмму я подумал, если я буду переводить ее на русский и отдельно выписывать ее в слайд, то мне займет еще один день, поэтому я ее просто вырезал из одного из отчетов. На самом деле, любое наше поведение, оно экономически обосновано. Причем, чем больше горят, тем больше оно экономически обосновано с точки зрения времени в пути. Есть очень много других разных факторов, как это можно оценить. То есть, кто из вас жил, скажем, где-нибудь в мегаполисе, знает, что у него есть конкретное время, когда он может выезжать из дома, и вот если он опаздывает, то он скорее переждет пробку, чем и опоздает, чем поедет и встанет в пробку, и будет в то же самое время стоять. Это вот просто один из примеров. И для этого нам надо, чтобы понимать паттерн поведения человека в одном или другом городе, нам надо понимать очень много социальной статистики. В том числе, сколько человек зарабатывает. Причем мне лично не важно, сколько зарабатывает там Петя или Вася, мне важно, сколько в принципе есть транспортная зона, какой человек там живет, что там за плотность застройки, есть ли у него возможность запарковать машину, если нет, сколько стоит парковка рядом, что он может себе позволить с точки зрения, есть ли у него очередь в семье на машину или нет. Может быть и такая ситуация, что машина есть, но сначала ей пользуется отец семейства, потом мать семейства, и потом по остаточному принципу дети. Это на самом деле очень сильно влияет на показатели поведения. И это также влияет на показатели общественного транспорта. Если мы в том числе хотим развивать общественный транспорт, для Таллина есть очень четкий расчет, что максимальное время от двери до двери, неважно с пересадками или без, должно быть в районе 37 минут. Те, кто пользуется общественным транспортом, знают, что у нас есть районы, откуда можно на автобусе ехать час для того, чтобы на машине проехаться 20 минут с конца Лос-Намяя до центра или до автобусного вокзала. Что уж там говорить, через Присле идет увлекательный автобус номер 54. Если вы в планировщике маршрутов поезда к себе забиваете автобусный вокзал, вам предлагают пройтись 15 минут пешком, сесть на 67-й и пройтись 10 минут до того, чтобы вы попали на автобусный вокзал. Понятное дело, что ни один адекватный человек с чемоданами не пойдет таким образом на автобус и, скорее всего, просто закажет себе такси. Вот. Это если мы говорим про социологию. Это очень важный фактор. На самом деле, эту тему можно развивать до бесконечности, но у нас, к сожалению, все лишь час времени. Если мы будем говорить про математическое моделирование, это, кстати, один из инструментов, у нас Таллин буквально недавно создал математическую модель города. К сожалению или к счастью, это именно тот проект, на который меня пригласили. И я создавал вот эту громоздкую достаточно штуку, которая берет в себя не только Таллин, но еще и всю экономическую зону в пределах кольцевой автодороги. И важно отметить, что она достаточно детализирована. То есть, грубо говоря, 130 тысяч отрезков это не значит, что у нас есть 130 тысяч дорог. Просто каждый раз, когда одна дорога меняет полосность или у нее появляется примыкание, там должен появиться узел, как раз таки, которых у нас достаточно много. Потому что это точка принятия решений. Все точки принятия решений, они накладывают свой определенный фактор в автомобильное движение, в том числе и в движение общественного транспорта. И важно, что эта штука, она достаточно мощно наполнена статистикой. Это, кстати, одна из зон Пахеталлина. И вы можете увидеть, что там четко прописано, сколько живет народу, какие возрастные группы, сколько там детей, которые ходят в школу, сколько там детей, которые ходят в детский садик. И сколько там рабочих мест, и какого формата они. Потому что, я думаю, мы все знаем, что представители IT-индустрии приходят, ну, хорошо, если в 10, да, они и уходят поздно. Но тут дело не в этом. Тут дело в том, что это тоже фактор поведения. И такие вещи необходимо учитывать. И математические модели, на самом деле, они были достаточно давно. Должен сказать, что с 60-х годов англичане в этом урвали вверх, потому что, во-первых, они начали собирать централизованно данные, которые они централизованно анализировали. Причем они их обновляют ежегодно. А во-вторых, потому что англичане очень сильно углубились в транспортное планирование как раз-таки в тот момент, когда для индустрии и для экономического процветания Великобритании это было максимально необходимо. А вообще, если вы отходите какой-нибудь генплан, скажем, 30-х годов какой-нибудь Москвы или любого другого российского города, вы также увидите, насколько детально проработан генплан любого региона, что там конкретно четко прописано. Да что далеко ходить? Кто-нибудь живет в Мустамяе? Я думаю, что вы знаете, что в каждом практически квартале Мустамя есть такое небольшое здание, которое называется библиотекой. Оно, как правило, одноэтажное. Практически в каждом дворе есть какая-нибудь школа, детский садик, еще что-то. И если вы посмотрите, ну, если вы отходите исследование тех лет, то там четко прописано, сколько мужчин, извиняюсь, сколько рабочих уходит на работу, чем должны заниматься их женщины в этот период, куда пойдут их дети, в какой детский садик, сколько мест. И это все очень детально просчитывалось математически. И в подтверждение должен вам провести... Я, к сожалению, люблю копаться в архивах. На мой взгляд, это одно из последних... Я, кстати, не очень большой фанат советской школы в урбанистике, но я должен сказать, что это, наверное, одно из последних максимально комплексных исследований города Таллин. Я его нашел в архиве. Этих работ сделано всего 6 штук. И одна из них у меня лежит в кабинете. Я их не стал сканировать, потому что они настолько древние. Работа сделана в 1988 году, сделана на кальке и сделана вручную. То есть, с чего я, если честно, сам немножко был в шоке. Но, тем не менее, очень досконально прописано, из какого района, куда идут, какие потоки. И очень много нашей маршрутной сети, они, кстати, очень много маршрутов, они как раз-таки с тех времен, когда были определенные предприятия, и эти предприятия выдавали определенное количество квартир своим рабочим. И городские планировщики могли очень спокойно получить данные, чтобы понять вообще, сколько людей им вывозить. Тем более, что конкурировать с личным автотранспортом в тот момент им особо не надо было. Это вот как раз-таки схема пассажирского транспорта. Ой, извиняюсь. Один из узлов. То есть, там достаточно четко прописаны все пюры, направления, пассажиропотоки, всечения. То есть, если честно, очень детализированная работа. И что важно, эту работу сделали у нас, кстати, в Тали. То есть, это сделал там не какой-нибудь «Ленинград, строй проект, не пи, что-нибудь». А это сделано было конкретно у нас на базе нашего Таллиннского института. И если ты открываешь имена, там все фамилии, они в принципе эстонские. То есть, у нас эта школа была. А потом, когда мы почему-то подумали, что вся эта школа анализа, она, наверное, немножко не очень нужна, мы стали заказывать западных консультантов. И, честно говоря, я больше этой работой доволен, чем все остальное, что я прочитал. Тем более, что они очень четко вымеряли, из какой транспортной зоны, сколько, в какой период времени, за сколько времени вывозится народу в пределах 40 минут. Обращаю внимание, что буквально недавно я уже упоминал в этой же презентации, что я вычитывал, что 37 минут для общественного транспорта это потолок должен быть. Ну и теперь, наверное, я подозреваю, что моя презентация приходит к концу, и я приведу один из примеров как раз-таки математического моделирования. Я думаю, там, я подозреваю, что кто-то в меня кинет камень. Если вы мне сейчас скажете, что «А ты вообще читал, что про тебя пишут в Фейсбуке?» читал, да, я читал, но сразу разгоняю эти слухи. У меня два высших технических образования, один по мотостроительству и дорожному строительству, а второй как раз-таки по транспортной инженерии. Я не велосипедист, у меня Харлей, и никогда велосипеда не было. Но сейчас расскажу немножко про предпосылки этого проекта. Мы на самом деле все очень четко промоделировали и исследовали, какие пробки, где и из-за чего они вообще возникают. Мы просмотрели детализированно по сегментам, по каждому сегменту времени напряженность потока, то есть Z-фактор – это спрос на транспорт, деленный на пропускную способность. Все, что выше 0,75, считается затрудненным, все, что выше 0,85, считается очень затрудненным, все, что выше одного, считается, стоит. И на самом деле весь отчет по этому проекту, он там порядка 100 страниц, здесь только несколько из них, я не буду утруждать вас своим карталом голосом, но тем не менее. Мы проанализировали вообще, откуда берется эта вот пробка и вообще вся проблематика этого затора. Оказалось, это все транзитное движение. 80% транзитное движение, которое едет через район, который, мягко говоря, к транзитному движению немножко не приспособлен. То есть это малоэтажная застройка, которая в свое время создавалась для того, чтобы по ней ездили лошади в лучшем случае. Ну и те, кто был на Коломае, знают, что в принципе город, ну то есть вот район Коломае, он примерно так и выглядит. Узенькие улочки, явно не приспособлены, узенькие улочки, малоэтажные застройки, играющие дети на тротуаре, это явно не для транзитного движения. Я лично приезжал постоянно, мы отслеживали задержки автобусов, пробки, конкретно это место на Калоранно, там последние 100 метров в районе 15 минут всегда стояли машины, последние 100 метров буквально. И автобусы у нас постоянно, ну 73 допустим, он постоянно стоял по 17 минут на секундочку, последние 100 метров, он то есть опаздывал от расписания, а мы все-таки выписываем штрафы за плюс-минус 2 минуты опоздания водителю. Конечно, если это объективная причина, такая как пробка, штраф не выписывается, но тем не менее. И сам узел, мы на самом деле пересмотрели практически все узлы, и конкретно здесь, вот конкретно этот узел, я не знаю, кто его проектировал, подозреваю, что сделано это было очень сильно давно, но здесь создали все конфликтные условия, которые вообще можно было создать. Те, что не могли создать, придумали и создали. И в принципе, мы применяли в том числе нестандартные методы, это конкретно на Раннодарова улице, мы понимаем, что люди, которые выезжают с Калорана, получается, вот оттуда, ну, на рисунке сверху, они идут по главной дороге, и мы им специально, сознательно поставили знак «Уступи дорогу», чтобы те, кто выезжают с Ранна-Мяя, могли спокойно перестроиться и не выстраиваться в очередь, не затыкать перехресток. Это один момент. А второй момент мы сыграли в том числе на социологическом, так скажем, на социологической боязни людей. И важно, что конкретно этот перехресток, он зависел от 18 фаз светофорных, которые были взаимосвязаны друг с другом. На таком маленьком пятачке земли 18 фаз срегулировать с учетом поверхности поведения человека это практически невозможно. То есть даже если ты все просчитаешь прям досконально до доли секунды, даже если у тебя получится, что у тебя все идеально работает, все равно найдется какой-нибудь интересный персонаж, который встанет посреди перехрестка и будет ждать, пока он не проедет вперед. А он проедет вперед только тогда, когда впереди у 10 машин появится зеленый свет. А тогда уже у другого направления у них уже будет красный свет. То есть такие места мы старались ликвидировать, в том числе, если вы сейчас там поедете, то в том числе на улицу Суртюки там теперь правая полоса, она едет прямо, левая полоса, она уходит налево. Раньше с обеих полос можно было свернуть налево. И это в том числе потому, что мы старались смягчить дорожное движение именно в этих узлах. И мы пересчитали абсолютно все досконально. У нас было пару человек, которые были не очень довольны этим проектом, приходят, говорят, а почему вы не сделали так? Я говорю, вот, расчеты вот так. Он говорит, хорошо, а почему вы не сделали вот так? Я говорю, вот, расчеты, вот. Он говорит, а вы что, реально все просчитали? Мы реально все просчитали. Мы реально просчитали 91 сценарий абсолютно разного поведения. То есть, и что самое важное, это то, что, несмотря на то, что в интернете, и не только в интернете, есть определенного рода, это вот как раз было стало, причем это стало, это с дополнительных замеров. Когда в одной из передач я увидел, что на раннем АТ вы просто выставили камеру и показали, как там стоит пробка, потому что проезжает трамвай, ну, понятное дело, когда едет трамвай, ну, машину-то не проехал. И на самом деле, если подводить результаты конкретно этого проекта, это хотя еще очень рано, но следует отметить, что с 16 километров средней скорости в час, сейчас она примерно 22-21, то есть это примерно 30% повышения, водители автобусов мне первые две недели звонили на телефон со словами, что же вы негодяи сделали, мы пытаемся оттормаживаться уже как можем, мы все равно едем на одну-две минуты. Раньше, раньше плана, вы же нам штрафы выпишете. Мы говорим, не-не-не, парни, не переживайте, мы вам ничего не выпишем, мы вот сейчас посмотрим, как пойдет, сделаем анализ, и потом будем либо коррегировать, либо что-то возвращать. Опять же, это, кстати, пилотный проект, если что-то не пойдет, он планирован таким образом, что, во-первых, только обошлись краской по сути, и в случае чего за одну ночь можно все вернуть обратно. Это, кстати, сразу ответ, ну, привкушая вопрос, а почему полоса велосипедная такая широкая, наверное, она это объясняет, потому что мы просто забрали одну полосу и отдали ее велосипедистам, потому что если мы будем оставлять конкретно автомобильную полосу посередине, нам надо было бы менять разметку, а здесь в случае чего ее просто не работает, мы сразу же ее открываем. То есть мы даже вот эти моменты тоже просчитали, на всякий случай. И, наверное, подводя итоги, у каждого города есть проблема. Но не бывает такого, что вот я когда с коллегами из Амстердама общаюсь, они говорят, ой, знаешь, у нас тут такое, я говорю, ну, давай, расскажи мне. И в каждом городе есть нюанс. И у каждого города есть своя база. Вам же никто никогда не скажет из велосипедного движения, что в Амстердаме начали активно развивать велотранспорт после того, как после Второй мировой войны случился мощный кризис, люди не смогли покупать автомобили, а государство не смогло снабжать людей транспортом общего пользования. Велосипеды были, да, вот после этого люди вышли и сказали, отдайте нам хотя бы дороги под велосипедное движение. Та же история была с Копенгагеном. То есть каждый город, он очень индивидуальный. И не надо пытаться натягивать шкуру слона на кошку. Во-первых, кошка в ней захлебнется, а во-вторых, ну, это выглядит как-то эстетически не очень симпатично. И, конечно, это тоже вопрос ресурсов. У каждого города есть свои ресурсы. И это очень важно понимать. Причем деньги в данном случае, как правило, играют в вопрос огнетушителя. То есть любую проблему можно затушить деньгами. Ну, то есть можно там построить что-нибудь такое, что будет пипец как дорого, но вот эффекта от этого не будет. Такое есть. И я даже такие проекты видел. Вопрос просто, а можно ли инвестировать бешеные деньги в то, что не работает. Или работает, но крайне ограниченно. А Таллинн, я вам скажу, это, наверное, город с самым маленьким бюджетом, в котором я когда-либо работал. То есть у кого-у кого, а у нас вот точно нет денег на ошибку. И очень важный фактор из всего вышесказанного – это понимание существующего положения. То есть где мы есть и какие у нас есть возможности решения. Если у вас есть какая-то проблема в градостроительстве или в транспорте, достаточно как минимум на 80% того, что вы исследуете вообще проблему ее корни и стоки и все тому подобное. Даже у проблемы автомобилизации в Таллине есть тоже своя историческая подоплека. А и она больше социальная. Когда машин долгое время не было, а потом оказалось, что машину купить любой может за 300, ну уже в 90-е это было одно, но сейчас любой может купить себе машину за 300 евро без дополнительных налогов и просто доплачивая за бензин. Это немножко не та же история, что в Европе. И поменять мы ее тоже как бы легко так не можем. Как только мы вводим какие-то запреты, каждый раз, когда какой-нибудь политик говорит, что вот мы сейчас ограничим въезд туда-то, сюда-то и вот это вот все. Или там запретим евро-3, но человек просто не просчитывал вероятные последствия от взрыва социального неравенства, который произойдет на периферии. Потому что с нашей плотностью населения, особенно за пределами города, реализовать качественный общественный транспорт это вообще маловероятно. Потому что либо автобус будет ездить зигзагами и тем самым увеличивая время в пути, то есть там грубо говоря 2 часа, которые ты можешь проехать за 30 минут. Ну либо он будет ездить где-то по прямой быстро, но для очень ограниченной группы населения. И что тогда делать всем остальным? Это очень важная проблема. Конечно, любое решение, не важно какое, оно должно быть экономически обоснованно. Потому что как только вы развиваете что-то такое дорогое, и потом выясняется, что там есть какие-то дополнительные расходы, приведу в пример электрификацию Берлина. В какой-то момент времени они решили, а давайте-ка построим электробус, а давайте. А вот взяли, закупили дорогущий электробус, потом выяснилось, что для того, чтобы электробус заряжать, нужно зарядки, где они заряжаются по 6-8 часов, а потом еще надо перекопать полгорен. Это был один скандал, когда мэр города чуть не лишился своего места. И второй скандал был, когда эти электробусы зимой не выехали на маршрут, потому что было холодно. Им надо было резко расконсервировать и снимать с продажи дизельный автобус. Причем это было два года назад. То есть все должно быть экономически обоснованно, чтобы даже если придет какой-то новый человек заниматься тем или иным вопросом, он не мог просто сказать, а вот мне не нравится, я вот художник, я вижу вот так, и вот как бы и все. И у меня все, могу ответить на вопрос. Во-первых, сама история моего появления в Таллине, она связана как раз таки с тем, что пришли, сказали, у нас есть проблема, вот давай как-нибудь будем ее решать. Во-вторых, когда каждое совещание, которое у нас проходит по тому или иному транспортному объекту, на слово не верит никто. Предоставляй данные, цифры и вот давай вот докажи, что ты прав. Я думаю, что влияние определенное есть, но решения всегда принимают политики. Я не знаю, это ответ на вопрос или болтология, но вопрос заключается в том, когда вы валидируете карту на входе, а не на выходе, как можно вот это вот все съесть в качестве данных, правильно понимаю? Вы знаете, я это упустил из презентации, я хочу вам сказать одну очень такую вещь. Общался я как-то раз со своим коллегой, он, кстати, айтишник, очень образованный парень, очень приятный, мы с ним часто играем в шахматы, и он мне говорит, слушай, а у нас же бесплатный общественный транспорт, зачем мы вообще валидируем карты? И меня тут осенило, ну, то есть я ему говорю, слушай, ну, ты на общественном транспорте ездишь, он говорит, езжу. Я говорю, а ты вот на какой остановке вот заходишь? Он говорит, а вот на такой-то вот. Я ему говорю, а вот знаешь, если ты не отвалидируешь карту, у нас, кстати, уровень в реализации карты 35-40-45% в зависимости от района. Я думаю, если вы ездите в общественном транспорте, вы это сами видите. И вычислить этот процент, это тоже составляло достаточно интересную трудоемкую работу. Вот каждый раз, когда вы не валидируете карту, инженер не видит пользовательский спрос на конкретной остановке. Поэтому я вас призываю, пожалуйста, валидируйте карту. А в качестве ответа я скажу, что вы, когда валидируете карту, садясь, скажем, вы из Мя, вы, скажем, едете в центр города. И из центра города вы, опять же, валидируете карту. Ну, то есть, понимаете, да, вы один средств накладываете на другой, и у вас появляется какая-то матрица корреспонденции. Да, я вам говорю, вы же вечером, когда возвращаетесь домой, вы же где-то валидируете ее опять. То есть, это рассматривается в суточном разрезе, а не в разрезе загрузки автобуса. Это рассматривается в временном сегменте час, это рассматривается в суточном, в недельном, в выходные дни, в месячном. Плюс на это накладывается срез данных. У нас все новые автобусы и трамваи, они оснащены детекторами. То есть, вот, раньше у нас этих детекторов было меньше, и мы автобусы пускали по кругу, по разным линиям, чтобы вывести хотя бы процент какой-то, где вот сколько у нас не в валидации. Плюс на эти данные накладываются данные Максу Амита. С какого-то периода времени они стали обязывать работодателей регистрировать людей по месту реальных работ. Потом накладываются данные места жительства, потом накладываются данные землепользования, потом накладываются данные образовательных учреждений, потом накладываются данные с детекторов по городу, которые у нас есть. Там, где нет детекторов, когда мы делали модель, я лично просчитывал 30 камер. То есть, прям сидел, выводил какие-то пиковые значения, средние. И помимо меня там еще большая команда была. Ну и в Пахетальне, если что, это тоже не я один, там у нас команда. И после этого берутся сотовые данные, все обезличенное. То есть, я не то, что говорю, что я там слежу за вами или что-то в этом духе. И исходя из этого выстраиваются разные виды слоев спроса. То есть, у нас 152 слоя спроса отдельно высчитаны. И для гравитационной модели отдельно еще высчитывалось. Допустим, если в каком-то районе есть детский садик, есть какое-то количество людей, которые ходят в детский садик, ну, то есть детей, предполагается, что есть гравитационный фактор притяжения, что родители, прежде чем поедут на работу, они завезут в конкретный детский садик. И точность расчетов, наверное, тоже имеет смысл сказать. Для общественного транспорта 87, а для автомобильного транспорта 92. В практике математического моделирования считается, что все, что выше 80, это очень хорошая работа. А не дешевле было бы сделать так, что надо валидировать на входе и на выходе, чтобы не на плазовых, там, так, не сомневая. Видите, в чем дело, у них, они оперируют общественный транспорт с точки зрения зонального покрытия. То есть каждая зона стоит определенных денег, и чтобы с тебя сняли определенное количество денег в одной точке, а не в другой, то есть ты должен валидировать. В Лондоне такая же история. То есть, да, есть еще и дневные билеты, и там много разных других билетов, но суть конкретно там в том, чтобы с вас не сняли больше, чем должны снять за определенный проезд. У нас, к сожалению, такая история. Я обращу внимание на другой фактор. У нас и так-то не валидируют. Ну вот чем заставить? Ну, расстреливать, что ли? Ну, это я шучу, конечно, но серьезно. Но я вот именно об этом думал, когда я сидел и сводил эти матрицы корреспонденции. На выходе, наверное, будет вообще процентов 10-5. В лучшем случае. Представляете, людей, которые будут валидировать. Если ты на выходе не пробил, то он тебе будет пищать, собственно, когда ты вслед за рвется, что ты вслед за рвется. Нет, мы там и до штрафа недалеко, если ты находишься, а в автобусе тебя будет очень нюанс. У нас весь город знает, где стоят муниципалы. Это два места на весь город. Это я, конечно, шучу, но тем не менее. Вопрос заключается в такой, способен ли шеринговый транспорт, то есть скутер и кардшеринг, изменить ситуацию в транспорте. Это очень интересный вопрос, его очень много исследуют в разных странах. Как правило, кардшеринг, за исключением Таллина, кстати, как правило, он субсидируется городами. Возьмем Париж. В Париже, когда перестали субсидировать кардшеринг, он схлопнулся. В Москве примерно такая же история, но там он не схлопнулся, там его также субсидируют. Здесь философский вопрос. Есть у вас права, но нет машины. Но здесь появляется компания, которая по цене самоката, даже дешевле, дает вам ощущение, как будто вы владелец машины, а вы всю жизнь ездите на автобусе. Есть большая доля вероятности, что кардшеринг скорее работает на то, чтобы вынимать людей из общественного транспорта. Я не могу этого декларировать, но я художник, я так вижу. Даже из бесплатного? Даже из бесплатного. Здесь вопрос владения своим автомобилем. Здесь именно социологический момент. Эти темы исследуются достаточно часто, и результаты везде не совсем однозначны. Если я сейчас начну говорить, что я прочитал где-то на такой-то статье, что есть такое-то исследование, я не могу такого говорить, это как минимум непрофессионально. Но я склонен думать, что это так. Действительно, есть люди, которые оставляют машины в пользу кардшеринга, и таких людей много, это не один человек, не один процент. Я думаю, что это процентов 40 всех пользователей кардшеринга. То есть именно кто имеет машину, он берет кардшеринг, потому что там проще парковаться, и такая практика, она, как правило, там, где очень сложно с парковкой. Особенно если вы едете в центр города, и вам надо машину кинуть. Здесь важен момент ротации транспортных средств, спроса и приложения. Как я уже говорил, транспорт – это даже экономика, которая на тех же принципах работает. Если мы говорим про электроскутеры, нравится нам или нет, они пришли, чтобы остаться. Это факт. Даже если вы запретите в один момент в одном определенном городе любую деятельность скутеров, кто-нибудь купит на Авито или еще где-нибудь, на Алиэкспрессе, там, неважно где, и будет ездить на таком же скутере. И дай бог, чтобы он не купил тот, который разгоняется до 100 км в час, и я его не увидел на Лагна-Т. И я, кстати, таких тоже видел. Но, как бы, нравится нам или нет, электроскутеры, самокаты, они останутся, и я думаю, что их зарегулировать практически невозможно. И решеринговую экономику тоже зарегулировать практически невозможно. Да, кто-то может сказать, что вот там Лондон, вот Убер пытается прижучить, там сейчас Стокгольм что-то планирует именно с электросамокатами. Да, только Лондон делает это уже 10 лет, и у меня ничего не получается. Я могу, конечно, вселять оптимизм со словами, что да, вот можно, но вот я скажу, что мне кажется, что исходя из того, что я вижу, мне кажется, что нельзя. Ну, или это может быть можно, но не теми методами, которыми это делается. Да, можно ввести лимит на количество самокатов в горе. Можно всегда работать с представителями, ну, с теми организациями, которые предоставляют эти услуги, скажем, где-нибудь, грубо говоря, в качестве последней мили, то есть у вас есть остановка, вы говорите, у вас пассажиры поток 500 человек, вам надо их доставить до определенного места, куда автобус притянуть нельзя по разным причинам. И ты такой, да, окей, договорились, все, потом тот же предоставитель этих услуг такой смотрит, у меня ротация на один самокат – два, а на всякий случай в городе – семь-восемь. Тут уже экономика не играет. То есть, ну, это очень комплексный вопрос. Помогает ли это в транспорте? Я склонен думать, что нет. И если посмотреть реальную статистику, то максимальное пользование тогда, когда хорошая погода и максимальное пользование вдоль тех мест, где вы могли бы проехаться по Рейди Т или там вдоль Пирита Т или еще где-нибудь. В центре города есть в течение дня, да, согласен, но тут не надо быть сильно гением, чтобы понимать, что люди как бы доедут куда-нибудь до работы или из дома, особенно если они живут где-то рядом. Но у нас в центре города и процент тех людей, которые ездят на общественном транспорте – 56, против 38, скажем, в Лос-Намяе, 39, в Исмяе, против 46 в Кристино и так далее. Ну, это центр, он всегда такой. Спасибо большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...